Здравствуйте! Ради своих прекрасных орхидей я поехала в лес, чтобы набрать их имбуха, новую порцию. И вот, смотрите, какой мох растет в этом лесу. Это у нас Савранский лес и Сосновый в елочках. Вот мох вот так я собираю. Вот, смотрите, какой прекрасный, жирненький, свежий мох. В них очень хорошо укореняются орхидейки, особенно азиатские орхидейки, которые в прессованность приходят. А я их пересаживаю на такой мох. И у меня получается. Если кто хочет попробовать, попробуйте, у вас тоже получится. Смотрите, какая прелесть. Целая подушка такая моховая, сказочный мох. Еще я в лесу буду собирать кору, кору для орхидей своих. Я и покупаю кору, и собираю. Вот так чуть-чуть убрала верхний слой иголочек. И смотрите, какая прелесть растет в лесу. Он зеленый, красивый. А в прошлом году я приезжала, у меня есть видео, кому интересно, посмотрите, какие были прям ковры из мха. В этом году летом было очень мало дождей. И мох не так сильно разросся. А в прошлом году прям такие ковры были из мха. Сейчас тоже немножко поляночку небольшую нашла. Я не знаю, как этот мох называется, но я его пробовала. Он очень хорошо помогает моим орхидейкам наращивать корешочки. Смотрите, какая прелесть. Сколько его здесь много. И грибочек ведь есть. Он тоже вырос в мху. Но грибочки я брать не буду. Мне не нужны грибы. А мох еще вот так возьму. Прям поднимаю, и такая подстилочка, как ковер получается. И это все я беру. Вот вытаща. Прошла дальше. Потрусила. И складываю на кучку. Тут очень много его. Такая поляночка я нашла. Он когда живой мох, он способствует, не дает переувлажниться растениям. То есть мох забирает всю влагу на себя. Этот спрессованный мох очень долго держит влагу. А живой мох забирает влагу на себя. И он прорастает. И не так орхидеям достается сырости много. И хорошо получается и у коренях растения. Если у вас реанимашка без корней. И можно просто орхидейку посадить. Азиатскую я сажала. Я вам уже рассказывала. Вот за короткое время, посмотрите, какую кучку я набрала мха. Как все всталет. Вы знаете, я даже пробовала пафиопедиумы. Башмачки вот эти. Сажать. А сверху вокруг горшочка обкладывать мхом. Я сниму видео, покажу, как они себя чувствуют в таком состоянии. Они же орхидейки в основном земляными. А земляная орхидейка ближе к земле. Фаленописисы на коре растут деревьев. А башмачки на земле. То есть во мху не очень хорошо. Влажность содержится. Вот такой мох в лесу в нашем растет. Мои помощники собирают грибочки. А я собираю мох кому что нужно. Грибочки я, конечно, тоже люблю. Но для моих растений нужен мох. Это как питание для человека. И так можно оставить такую красоту. Не взять ее с собой. Конечно, в городе у меня такой красоты не будет. Я буду сажать растения. И вспоминать, какую красоту я держала в руках. Какие запахи леса. Все это будет у меня в городе. Вот какая у меня муха. Еще есть и есть. Еще можно собирать много. Сейчас я еще этот пособираю. Пойду дальше. А чтобы не заблудиться в лесу, я вам расскажу один секрет, может кто не знает. Смотрите, как пророс мох сквозь шишку. Какой он сильный, везде прорастает. И нашим орхидейным корешкам тоже будет очень удобно прорастаться сквозь мох. Можно на дно горшка поставить мох. Он тоже будет держать влажность, воздух. Он потом превратится в труху земляную. И для растений тоже будет полезно. Витамины какие-то растительные. Да, сейчас я вам расскажу, как не потеряться в лесу. берете смартфон, свой телефон и находите телеграм-программу или вайбер. ищите геолокация. Делаете, отправить геолокацию с того места, где вы находитесь. И отправляете либо другу, либо еще куда-нибудь, либо самому себе. И следующее. Нажимаете на карту. И эта геолокация будет показывать, где находится ваша машина в то время, как вы отправили. Таким образом, будет показываться, где находитесь вы, и в какую сторону вы идете. Это будет шикарно. Вы никогда не заблудитесь в лесу. Правда, в лесу бывают такие места, где нет интернета. Но там, где появится интернет, Джуперес найдет вас по-любому. В прошлом году я этого не знала. И мы от своей машины отошли аж за 2 километра в сторону. Ну, хорошо, что там стучали дровосеки, прям как из мультика. Дровосеки, дрова рубили. И мы на звук пошли в ту сторону, где они работали. И таким образом мы вышли на село. И оказалось, это село 2 километра от нашей машины. Ну, там добрый человек. В селе вообще все добрые люди. Посадил нас в свою машину и отвез. Правда, он не знал, где. Но мы приблизительно сказали, где мы оставили машину. Куда мы заехали, через какую дорогу. Спасибо ему большое. Так бы по лесу мы ходили аж до ночи. Уже темнело. И было очень уже страшновато. Даже уже не до грибочков было, когда потерялись. Уже шаг увеличили. И все быстрее, 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 быстрее. Я вам всякую чушь рассказываю. Кому не интересно, можете не слушать. Но я тем временем собираю мох. Я не отвлекаюсь на другие дела. Вот видите, разгребаю новые веточки. И беру эту красоту. Смотрите, раз. Прям ковер целый. А под низом у них, под мхом, вот песочек. Мягкая-мягкая земля. Это тоже очень хорошая была бы питательная смесь. Для укоренения других растений. Смотрите, здесь и песок. Земля, перегнивший. Мох. Торф получается. В общем, дары природы. Лес. Это очень хорошо. Сейчас мы собираем мох. Пока я с вами поговорила, посмотрите, какую горку я уже собрала. Наверное, мне этого достаточно. А то я что-то увлеклась. Не буду же я весь мох в лесу забирать к себе в Одессу. Вот. А вот я еще кору какую крупную нашла. Посмотрите. Шикарная кора. Замечательно. Вот это все я тоже заберу. Это для моих орхидей. Очень полезно. Вот эту палочку не буду брать. Мне не надо. А вот это кору крупную. Крупная фракция. Я немножко секатором порежу. Будет хорошая. Собранная кора. Как я буду сажать свои орхидеи, я вам сниму видео. Как я в мох или в кору сажаю орхидеи. А сейчас пойду наслаждаться природой. Собирать немного грибов. Спасибо всем за внимание. До свидания. Оставайтесь на моем канале. Спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok.